Сегодня во Дворце культуры мира непривычно тихо. Фойе первого этажа, гражданская панихида. На 60-м году внезапно оборвался жизненный путь директора управляющей компании МУПДС Латкарина, депутата Геннадия Петровича Козлова. Проводить латкаринца в последний путь пришли коллеги, друзья, горожане и, конечно, родственники. Он всегда был готов к диалогу, к конструктивному общению. Он встречал гостей с чаем и даже пирогами. Он знал, что проблем хватает, но не терял надежды и часто улыбался, когда сдавались отремонтированные подъезды, менялись окна, ремонтировались кровли, утеплялись фасады. Геннадий Петрович не любил работать на показ. Он делал конкретные дела и решал проблемы. Он не боялся работать, если было нужно, брал в руки рабочие инструменты, мусорные мешки и выходил со всеми во дворы Латкарина. У кого есть желание, есть любовь к нашему городу, это так замечательно, сделать что-то хорошее в этой жизни, чтобы потом самому было приятно. Свою трудовую деятельность он начал в 1976 году в Тресте Особстрой-2, где трудился рабочим, затем прорабом, начальником участка и впоследствии главным инженером. Я, Геннадий Петрович, знаю, с 1977 года. Работали вместе в Тресте Особстрой-2. Практически построили его руками, его мозгами наш уникальный город за эти 40 смешних лет. Он работал добросовестно, общался откровенно, жил честно. И вспоминая годы Треста Особстрой-2 и оперативки, и управление механизацией, и СМУ-6, когда он работал, всегда выдержанный, всегда обоснованный, всегда конструктивно ставил вопросы и решал их. Затем 8 лет на посту директора СМУ-6. В 2010 году на его плечи была возложена ответственная должность директора самой крупной управляющей компанией города МУБД Сладкарина. В 2015-м была победа на выборах в городской совет депутатов. Если бы кто-то пару дней назад сказал, что мы во вторник будем собираться по этому поводу, никто бы из нас, конечно, не поверил. Потому что, если можно сказать или произнести славу о безвременном уходе, это как раз касается случая с Геннадием Петровичем. Видимо, весь жизненный путь, который прошел Геннадий Петрович, сформировал его таким человеком, который сразу производит впечатление очень надежного, ответственного, порядочного коллегу по работе депутата Совета депутатов. Коллеги ценили Геннадия Петровича за его деловые качества и умение достигать поставленных целей, а родственники и друзья – за доброту, ласку и заботу. У него всегда был четкий план, и он постепенно следовал ему, преображая дома и подъезды. Его управляющая компания была признана одной из лучших в Московской области, и каждый, кто с ним работал, знал, что это не просто цифры рейтинга, а реальные показатели. Вместе со своей командой он старался максимально отдаваться работе, и когда что-то не получалось или просто не хватало денег, он искренне переживал за каждый дом, квартиру человека. 22 октября у Геннадия Петровича остановилось сердце. Светлая память. Светлая память. Светлая память. Светлая память. Светлая память. Светлая память.